Художник Айвазовский, Аганес Гайвазян, родился и вырос на берегу Чёрного моря в Феодосии. А какой же мальчишка из приморского города не бредит морскими сражениями, морем? Художник сохранил эту любовь в своём сердце на всю жизнь. Это картина написана на основе реальных событий. В середине мая 1829 года три парусных фрегата несли вахту у турецкого пролива Босфор. Когда на горизонте уже показались корабли турецкой эскадры, два фрегата поплыли с донесением в штаб. Третий был Брик Меркурий. Он не успевал за своими собратьями, так как уступал им в скорости. Турки быстро настигли его и уже предвкушали победу. Русские моряки во главе с командиром приняли решение принять бой. Хотя изначально силы были неравные. Но когда это останавливало русских моряков? Российский Брик вступает в бой, имея на борту 18 орудий против 200 орудий противника. Турецкие корабли зажали его в клещи и начали планомерно обстреливать. На картине изображено начало боя. На картине Айвазовского Брик зажат между двумя турецкими кораблями. И корабли идут курсом фардевинт, что является несомненным плюсом для линейных кораблей с их преимущественно прямыми парусами. Такой расклад вряд ли оставляет Меркурию какие-либо шансы на выживание. Именно поэтому, согласно ряду мнений, не может быть исторически достоверным. Но такое положение было выбрано автором для придания излишнего трагизма ситуации. Для акцента именно на безнадёжности положения Брига. На картинах других художников эти же корабли изображены идущими в бакштах, что даёт Бригу с большим процентом косых парусов выигрыш в маневрённости. На турецком корабле, изображённом слева на верхушке мачты, реет турецкий флаг. По всей видимости, это флагман турецкой эскадры. И если внимательно присмотреться, то сразу можно заметить, что на Бриге Меркурии на одной из мачт изображён Андреевский флаг. Корабли обменялись десятками ядер. Видно, что паруса Меркурия пробиты ядрами. Но и паруса правого турецкого корабля тоже изрядно посечены. У него пушки на двух ярусах, а у Меркурия на одном. Слева изображенный корабль менее пострадал. У него пушки на трёх ярусах. Меркурий, конечно, уступает им в размерах, количестве пушек и в количестве мачт, а значит и парусов, но выигрывает в маневрировании. Он маленький, вёрткий, может легко и быстро менять курсы. И пока турки развернут свои громадные фрегаты, матросы с Меркурия могут запросто бить им в борт, чтобы сделать пробоину. На заднем плане картины видны очертания двух кораблей. Трудно сказать, чьи это корабли и в какую сторону они движутся. Небо затянуто чёрно-белыми тучами и клубами дыма от выстрелов, но не полностью. Солнце спереди освещает картину. Поэтому отчётливо видны белые паруса на всех трёх кораблях. Они наполнены ветром. Море неспокойно. Идёт небольшая волна по направлению к кораблям. Точно передан цвет моря. Оно не синее, не бирюзовое, а именно и синее. Чёрное с небольшими белыми барашками на гребнях волн. Благодаря умелым и слаженным действиям командира у команды, у турецких кораблей были повреждены основания самых больших мачт. Также у правого фрегата иссечены ядрами верхние паруса. Меркурию туда явно не достать. Значит, он получил их от своего левого собрата. Бой закончился победой русского брига Меркурия. Русские моряки воюют по-суворовски не числом, а умением. Картина очень показательна. Она наполнена патриотизмом и гордостью за Россию. Российский флот и российских моряков. Брих Меркурий – это одна из самых батальных картин мариниста, созданных в последнее десятилетие его жизни. Она отличается глубоким патриотизмом. Несколько поколений не перестаёт восхищаться подвигом русского народа, подтверждённым именно этим творением. В настоящее время полотно находится в Национальной картинной галерее имени Айвазовского в городе Феодосия. Это видео было сделано специально для пост.су. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.